Начальника Харьковского университета воздушных сил взяли под стражу. Он может внести залог в полтора миллиона гривен. Такое решение принял Дзержинский райсуд. Генерал-майору Олимпиеву вменяют растрату. Задержан и зам начальника этого вуза, подполковник Никифоров. Суд назначил ему залог в миллион гривен. Кроме того, в университете полная антисанитария, так заявляют в военной прокуратуре. И на суде, и в столовой была моя коллега Светлана Шекера. От автозака до здания суда Андрея Олимпиева сослуживцы проводят аплодисментами. Рассказывают, сколько он сделал для вуза. Это самый порядочный человек. Он подготовил сейчас передовой отряд летчиков, то, что не было сделано за 20 лет. Олимпиева подозревают в растрате 2 миллионов 400 тысяч гривен при закупке топлива в 2016. Якобы генерал подписывал ДОП-соглашение и завышал цены. Прокурор просит содержание под стражей с залогом в 3 миллиона 200 тысяч. Дескать, подозреваемый может скрыться. У него есть родственники в России. И на 19 ноября якобы был забронирован билет до Минска. Не отлучаться с места Харкер без дозвола следствия. Утриматься от общения с свидетелями. Относить электронный засед контролю. Сам Олимпиев свое задержание считает незаконным. Вважаю, в целом, все пропущения следствий военной прокуратуры параноей. Мы переверены всем вопросом аудитом Министерства обороны Украины. Мы переверены всем вопросом рахунковой палаты. Пока идет суд, журналистам открывают двери столовой Университета Воздушных сил. В субботу военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото, где в тарелках курсантов тараканы и черви. В ВУЗе уверяют, картинки сфальсифицированы. Не может быть таракан, даже если на него посмотреть, если он прошел термическую обработку в каше, казани. Мы сейчас покажем казани, где на 250 килограмм готовится, и чтобы тарган с усиками, с лапками лишился. А вот представители фирмы, которые готовят обеды для курсантов, не скрывают. С засильем тараканов тщетно борются с весны. То, что в ВУЗе есть тараканы, мы убедились сами. Вот ползет прямо перед камерами. Но курсанты не жалуются, а говорят, кормят хорошо.